Всем привет! Сегодня я хочу рассказать немножечко о том проекте, который вышел совсем недавно, Accept Me, который очень-очень для меня много значит. И просто недавно в одном из разговоров я пришла к такому выводу, что всегда всё самое интересное именно в плане процесса создания как-то остаётся за кадром. Даже если человек немножко делится тем, что случилось, всё равно очень многие вещи остаются вне поля информационного вообще, в принципе. Поэтому мне просто захотелось немножко поделиться теми инсайтами и тем, что внутри происходило и у меня, и вообще внутри всего процесса целиком. Поэтому сегодня несколько фактов. Немножечко о том, как я, собственно, пришла к этой идее, почему мне хотелось снять такое видео, такой кинотанец даже, я бы сказала. Почему мне это было важно, почему мне это было нужно, как это всё происходило, какие у нас были забавные и порой непростые, а порой непростые и забавные одновременно ситуации. Но стоит начать, наверное, с самого начала, с того, как вообще пришла мне эта идея в голову. И на самом деле я вот сейчас возвращаюсь назад, как бы в своей собственной памяти, как бы немножко в прошлое, и понимаю, что эта идея была у меня достаточно давно, то есть год точно, может чуть меньше. И она просто не была так чётко оформлена, и я просто старалась придумать какой-то формат. То есть мне хотелось снять именно видео про принятие себя, про принятие тела в первую очередь, потому что с этим у меня лично самые такие были и остаются непростые отношения. Идёт дождь, это не важно. Я надеюсь, что этот звук не будет сильно слышно. Я честно старалась дождаться момента, пока не будет шуметь он, но у меня не получилось. У меня у самой очень непростые отношения с этим вопросом до сих пор. Они были и они остаются. И я просто хотела понять, как я могу помочь самой себе справиться с этим, как-то прожить это быстрее. И, может быть, как-то просто выразить то, что происходит внутри. Ведь это очень эмоциональная такая штука, очень непростая. И я также понимала прекрасно, что на самом деле очень-очень много девушек, девочек, женщин. И, ну, наверное, я не могу просто говорить за представителями мужского пола сильно, потому что я как-то, если честно, не обсуждала с ним этот вопрос. И принято считать, что я всё-таки у девушек как-то больше вот этот момент, типа фигуры, лишнего веса, там, не есть после шести, вот эта вся история. Поэтому как-то это больше такая именно женская получилась тема в этот раз, по крайней мере. И постепенно, понимая важность, конкретная тема для меня, я просто искала какой-то формат, что я хочу, чтобы это было, как оно должно выглядеть, что это для меня. И в этот момент уже стало гораздо проще. Но я ждала подходящего. И ждала подходящего времени, потому что тогда, когда я только придумала эту идею, я понимала, что я ещё не смогу осуществить её так, как я хочу, потому что у меня ещё недостаточно ни профессиональных навыков, ни знаний каких-то чисто с технической точки зрения, не было такой внутренней просто готовности. То есть, как бы оно ещё не рождалось тогда. Поэтому я решила, что я просто дождусь нужного момента, а потом я поняла, что я должна быть в этом процессе не одна, что мне нужны ещё исполнители. То есть, мне нужно было ещё дождаться именно нужных людей. Потому что, на самом деле, люди, которые участвуют с тобой, становятся твоей командой, они составляют, наверное, 90% успеха, 80% минимум. Потому что без них, конечно же, ну, что бы я делала одна. Да, то есть, этот процесс, он занял, наверное, год. Вот так вот. Следующий такой момент, что перед тем, как начать, я очень долго боролась со страхом того, что у меня не получится. В том смысле, что всегда нужно понимать, что никогда не бывает на 100% так же, как ты придумала это в своей голове. То есть, ну, ну нет, так устроен этот мир. И мне просто нужно было набраться смелости, чтобы принять это как данность, сказать себе «Окей». Да, в моей голове всё супергениально придумано там. Ну, на мой взгляд, всё круто придумано. Но даже если оно будет не так, это не значит, что оно будет хуже или будет плохо. Это просто будет по-другому. И как бы следующим шагом, подтверждая то, что мысли материальные, я скажу, что в видео мы переснимали два раза. И первый раз как раз произошло то, чего я больше всего боялась. То есть, получилось совершенно не то, что было мне нужно. И не то, что я хотела. В первую очередь, это связано с тем, что я очень сильно торопилась. То есть, это было перед отъездом. Я понимала, что у меня очень сжатые сроки. Я очень сильно суетилась, очень сильно старалась успеть. Вторая причина, что у меня была другая команда. То есть, другая девушка это снимала. Не Ника, моя прекрасная. И со мной и Олей. Девушка и Оверсайз. Плюс сайз. С нами третья была, другая девочка тоже. В этом не было чьей-то вины. То есть, я не могу сказать, что это все из-за нее. Или там, это все из-за тебя. Там, обращаясь к самой себе. Нет. В этом вообще не было виноватых. Просто это был какой-то процесс, который принес определенный результат, который не был тем, что я бы хотела. То есть, я увидела его, смотрела и такая... И я понимала, что это абсолютно получилось не то, что мне нужно. В первую очередь, ушло какое-то время на то, чтобы успокоиться. Потому что я очень эмоциональная. И далеко не всегда мне удается самой быстро справиться, если что-то очень сильно меня задевает и идет вообще не так, как было как раз в этой ситуации. Там получился вот этот страх, потом вот этот, назовем его, провал. Ну, то есть, неудача. Ну, с моей точки зрения. Затем как раз нужно было время, чтобы я начала видеть эту ситуацию немножко по другим углом и воспринимать ее по-другому. И использовать это не как такой повод позаниматься такой жалостью к себе или самокритикой дополнительной, а увидеть это как возможность просто проанализировать и сделать работу над ошибками, как в контрольной в школе. И мне действительно помогли с этим, в том числе Маша, которая позже присоединилась к нашей команде, а не отдельно. То есть, это был такой мой целый внутренний процесс, когда я пересмотрела еще раз, и просто поняла, что на самом деле я безумно рада, что у нас был такой дубль, чтобы я смогла увидеть со стороны и понять, что я хочу на самом деле. То есть, увидев этот первый результат, у меня было четкое, абсолютно ясное понимание того, что я хочу видеть, когда я буду переделывать уже по-другому, что это все-таки должно быть. и было четкое отделение того, что я не хочу. То есть, я не хочу видеть вот это, я хочу переделать вот это, нужно изменить здесь, нужно исправить здесь. И в первую очередь, это было ко мне. Что я должна предпринять для того, чтобы получить действительно тот результат, который мне нужен. и опять же, это был дальше следующий этап. Я не начинала полностью с нуля, со мной осталась Оля, и мы просто начали заново. И возник вопрос, кого брать третьим, потому что по концепции мне нужна была девушка комплекции. Девушки должны были быть трех разных комплекций. И Оля как девушка плюс сайз, я как что-то посередине где-то. И мне нужна была одна очень худая девушка. И вы не представляете, как оказывается тяжело найти худую, танцующую девушку. Я в жизни бы не подумала, но это оказалось как-то нереально тяжело. Поэтому ко мне приезжала Маша из Саратова специально ради этих съемок, буквально на 4 или 5 дней. Но это вот был тот самый момент, когда я понимала, что правильные люди, они найдутся по-любому. И я сразу поняла, что мне нужна Ника, потому что я поняла, что без нее это не сработает. Я оставлю обязательно ссылочки на всех, чтобы вы могли, если что, написать Ники тоже, если вам нужно что-то сотворить. Дело в том, что с Никой у меня просто очень крутое совпадение, прям такое как пазл в плане видения. То есть мне даже не нужно что-то объяснять, вводить там как-то супер-мега подробно, или говорить, что я хочу это под вот этим углом, потому что она снимает так, как я бы сама это сняла, если бы у меня руки, скажем так, росли с правильного места, что я умела что-то большее, чем поставить камеру на штатив и говорить перед ней. Оставалась главная проблема с худощавой девушкой. И эта проблема решилась гениально, когда я просто переписываясь с Машей в один из дней, жалуясь на то, что я никого не могу найти, просто в порядке бреда написала ей серии «А не приехать для тебя». Ну, то есть просто, чтобы немножечко ввести вас в курс дела, Маша и я когда-то танцевали в одном коллективе, и я продолжила, просто потом переехала в Москву и продолжала этим заниматься, а Маша уже несколько лет не танцевала вообще. Я не могу говорить за неё, но я догадываюсь, и она меня, возможно, поправит, если это не так, что это действительно был такой немножко вызов. Тем более, это был июнь, это было под конец уже ближе, съёмки были назначены на 20 число, и сессия. И вот это моё сообщение в порядке бреда из серии «Маш, приезжай! Ты мне нужна!» И её абсолютно смелый ответ без колебаний из серии «Тсс, да я приеду! Я только решу вопрос с одним экзаменом, и я приеду!» И это нереально вдохновило меня тогда, потому что я понимала, что вот она тот самый человек, которого я ищу. И особенно учитывая то, что Оля тоже танцевала в одном коллективе, мы втроём всегда как-то были очень близки, но того, как-то нас немножко разбросало, я поняла, что формируется такая настоящая dream team, в которой я могу быть абсолютно спокойна, и я абсолютно полностью доверяю каждому из этих людей. И это самое ценное, когда ты работаешь с командой, с какой-то группой, когда это действительно единомышленники, и люди, которые готовы быть рядом, готовы приехать посреди сессии, сдать ради тебя раньше там два экзамена, которые готовы, ну, отказаться там, забить на работу, несмотря на то, что там это сейчас непросто, и найти время. И это действительно очень вдохновляет, когда так происходит, и ты понимаешь, что то, что ты делаешь, действительно имеет значение для... ещё для кого-то, кроме тебя самого. Поэтому это был прям такой очень важный момент для меня, когда... от которого я могла просто оттолкнуться и понять, что мне нужно двигаться дальше. Я уже не могу остановиться, я просто не имею права, потому что я больше не одна, и это теперь не только моя какая-то прихоть, а это действительно какое-то важное дело, которое мы делаем все вместе. Это видео, Оля. Можешь двигаться. Спасибо. Спасибо. Сейчас так уплыла просто. Живот опять вытянул. Такая. Фух, видео. К репетиционному процессу. Начиналось всё изначально с меня одной в студии, в зале. Я старалась не использовать зеркала. Всегда, когда мы смотрим в зеркало, создаётся эффект такой, появляется такой эффект, когда я пытаюсь делать что-то искусственное, потому что я слежу за тем, как оно выглядит вот там в отражении впереди меня. А мне хотелось уйти от этого вообще, таких вещей из серии, как это выглядит, хорошо ли это смотрится, будет выгодный ли это ракурс, потому что, ну, вот это вообще было не про то. Здесь важна была именно эмоция, именно переживание. И мне хотелось рассказать три разных истории, поэтому мне нужно было переходить из одного состояния в другое. и ставить себя на место других девушек, на чём месте я не могу оказаться. Я не могу стать Олей или Машей, или любой девушкой с подобным там телосложением, а это всё равно очень влияет на переживание, на контекст, в котором человек живёт. То есть это очень разные вещи, но я как-то старалась это переварить в себе, пережить и вывести это наружу в качестве движения. И сначала репетировала одна, запоминала, снимала на видео, пересматривала, делала какие-то выводы, а потом уже учила. С девочками с Олей у нас было несколько репетиций, но там были на самом деле не такие длинные кусочки, поэтому времени нужно было не так уж и много. С Машей мы репетировали буквально два дня, потому что она приехала, у нас было три дня съёмки, и в день съёмок вечером она уже уезжала обратно, потому что сессия продолжает. Если взять часы, то в общей сложности, наверное, понадобилось часов пять-шесть, для того, чтобы полностью скомпоновать всю хореографию для троих людей. Какая история была, про что, рассказывать я не буду, потому что я думаю, что там всё довольно очевидно. Я на самом деле, когда изначально предлагала Оле эту идею, я совершенно не знала, как она отреагирует на неё, согласится ли она. И я понимала, что на самом деле для неё это тоже вызов непростой, и я не знала, в каком она сейчас state of mind, ну, состоянии внутреннем, что ли, состоянии сознания, насколько она готова к этому, хочет ли она. И было очень здорово, когда она согласилась и сказала, что это как раз то, что ей сейчас нужно. И тогда я такая, это судьба. Мы создавали вместе, то есть, да, большую часть я ставила и передавала ей как исполнителю, но не было никогда такого, чтобы я только говорила ей, что делать, а она просто исполняла. Это всегда был диалог, то есть, было очень интересно в силу другой комплекции, другого строения мышц, как материал, который я создала на себе, как он менялся и преображался, если где-то было Оле неудобно, где-то, наоборот, она находила другой способ использовать инерцию и вес, и свои данные, которые у неё, между прочим, обалденные, чтобы вы знали, в монтаж не вошёл кадр, где она на шпагате сидит. Ну так, просто чтобы его... Это было всегда сотворчество, так же, как и в случае с Машей. Мне очень нравилось, что я могу не просто говорить, там, ты берёшь ногу, поднимаешь её сюда, и всё, а когда это предложение, и я сразу получаю ответ. И тогда это работает как такая кооперация, как сотрудничество. В случае с Олей у нас не было никакой необходимости в реквизите, потому что сама по себе Оля, мне кажется, такая целостная, колоритная, и она настолько вживалась в свой образ, потому что, конечно, она прошла через эти эмоции внутри, и я помню это, потому что мы давно знакомы, опять же, очень давно, и я видела Олю очень разные на протяжении этих лет, и ещё поэтому мне было, наверное, легко, как бы, помочь ей достать это, потому что я уже догадывалась, ну, насколько я могу вообще, что это такое. В случае с Машей у нас изначально появился реквизит. То есть в самой первой версии и на первых съёмках история была такая, что я рисовала по себе, а девочка, которая должна была быть вот третьей, она танцевала без всего. Но тогда я поняла, глядя на результат, на первый, что выглядит немного странно, что у двоих людей нет ничего, у меня у одной есть какой-то инструмент, и это создаёт какую-то дисгармонию. И тогда появилась мысль про зеркало, и уже купив зеркало, и уже его принеся, и уже начав с ним работать, я поняла, что зеркало — это больше моя тема, на самом деле. То есть я просто понимала, что будет проще, если я вот эту историю с карандашом, которая была передам Маше, и опять же я поняла, что это более гармонично, чисто визуально, в силу её формы тела. Насчёт рисования по телу вот этого, были разные варианты, то есть я спрашивала, когда монтаж был закончен, нескольких своих знакомых, что они думают, просто чтобы получить какой-то первый фидбэк, и я услышала, что есть какие-то разные варианты того, как можно интерпретировать этот карандаш и рисование по себе, то есть это может быть как эскиза пластического хирурга, это может быть как слова, как комментарии, как критика какая-то извне, это может быть так же, как собственное желание человека что-то изменить, закрасить, нарисовать по-другому. Я не предлагаю какой-то одной правильной версии, что типа вот это должно быть только вот так, вот это должно быть так, а это так. Конечно, когда я создавала, у меня была какая-то там концепция для каждой истории, но это не значит, что она должна быть прям вот такая, только такая и никакая другая. В случае с карандашом вообще все вот эти перечисленные мною только что варианты, все существовали, абсолютно все, то есть я сама не могла до конца определиться, что же это. Это была такая как бы квинтэссенция, что ли, что за умные слова сегодня со мной? Я не знаю. Такая сборная солянка в одном символе. С карандашом начали появляться технические сложности, веселые истории, о которых я как раз и обещала, потому что в первую очередь нужно было понять, что это за карандаш, который будет легко скользить, и который можно будет стирать много раз, потому что дублей много, и ты не можешь быть в одном дубле так, в одном дубле так. Когда я ставила, я воображала, что у меня в руках как бы есть карандаш, и я как бы с ним двигалась. И это один момент, когда я взяла в руки другой, ну, когда я взяла в руки карандаш по-настоящему, и начала на себе рисовать, еще при подготовке к первым съемкам, это очень, очень прям кардинально поменяло то, что я делала, потому что мне нужно было время, чтобы дорисовать, мне нужно было где-то схитрить. Забавно, когда я поняла, что тот первый карандаш, который я использовала, это был карандаш, оставшийся у меня еще для съемок, карандаш для губ и для глаз от Inglot, и я не знала, что он водостойкий, то есть я пользовалась им так давно, последний раз, что я абсолютно забыла, какой стойкостью он обладает. Поэтому, когда на первой репетиции с карандашом, которая была за два дня до съемок, я поняла, что он очень-очень-очень-очень тяжело смывается, знаете, так, что прям надо вот от кожи, прям кожу надо сдирать, короче, чтобы его стереть, я поняла, что я допустила ошибку, но исправлять ее времени у меня уже не было, совершенно никакого. Это был урок для меня на будущее, о том, что нужно всегда сильно заранее пробовать реквизит, пробовать материалы. В случае, когда я уже решила, что Маша будет рисовать в этот раз по себе, я понимала, что мне нужен детский грим в карандашах, который будет очень легко смываться, и будет по-другому работать с кожей. И тот грим, который мы купили, он оказался максимально идеально подходящим, потому что, пускай даже он рисовал не так ярко, как мне бы хотелось, чтобы он рисовал, он был все равно очень удачно скользящим, он прям очень легко скользил, он очень быстро смывался, даже обычной водой, безминутой. Во время съемок мы могли его быстро смывать, и делать еще дубль, и еще дубль, и сколько угодно дублей, просто запасясь большой пачкой салфеток и радуясь жизни. Но возникала другая сложность, связанная с тем, что в том пространстве, которое мы выбрали, студия, кстати, тоже называется пространство, там белый зал, и они очень сильно естественно заботятся о том, чтобы пол, стены, все оставалось белым, насколько это вообще возможно. Стоимость перекраски пола полностью, в случае, если ты его портишь, составляет шесть тысяч. Я понимала, честно говоря, что таких свободных денег у меня нет. Поэтому в последний день до съемок, когда Маша уже приехала, и мы все доставили, отрепетировали, с готовностью в любой момент искать другую студию, или искать деньги, и как-то выходить из этой ситуации, мы с Кардашом поехали в студию, просто на маленьком кусочке пола, попробовать, и знали бы вы, как меня сильно трясло, я вот так вот просто, молясь всем богам, шла с этим карандашом туда, надеясь, что он должен смываться с пола. Тут оказалось, что это была обычная краска, и все смывалось хорошо. Я так выдохнула, вытерла свои семь потов, которые успели сойти, пока я рисовала там, значит, вот такусенькое пятнышко, чтобы проверить. И эта история завершилась благополучно, в итоге пол мы совершенно не испачкали, а все, что там чуть-чуть осталось, осталась Маша же, ну, перекатывалась спиной и так далее, поэтому-то, собственно, и должны были следы остаться. И все мы подтерли, и все замечательно было. И третья история была связана с зеркалом. Это реально похоже на доску для серфинга, но нет. Я поняла, что даже я бы, наверное, развила эту историю в какую-то более полноценную постановку, такую именно сценическую, потому что работа с этим реквизитом очень меня увлекла. Но веселье, опять же, заключалось в том, что зеркало оказалось очень тяжелым. То есть, когда я пришла его забирать у продавца, я взяла его, оно 60 сантиметров в ширине, и здесь метр. Я его подняла, и поняла, что оно очень тяжелое, потому что задняя поверхность целиком деревянная фанера. А когда нужно его поднимать на ногах, и если вдруг оно падает, это уже создает проблему. Но, опять же, будь оно тоньше, будь оно легче, была бы вероятность, что я его разбила бы или сломала, потому что я все-таки... На самом деле, может быть, на видео это не видно, так, как я бы хотела все-таки, но там видно, что я, на самом деле, довольно активно его тягаю, я его крутила там вообще всеми известными мне способами, которые я успела изобрести. Интересно, как реквизит, его форма, его вес, опять же, влияет на то, как я двигаюсь, и на то, как... Снова дождь. И на то, как, в принципе, воспринимается то, что я делаю. На зеркало добавила немножко сложностей в плане съемки, потому что всегда же что-то отражается. Но это уже, скажем так, была не совсем моя проблема, а проблема Ники. И она с ней мастерски справилась, я считаю. Ну, когда мы будем снимать вашу, мам, и его, так, надо будет просто каждого с него, блядь. Отстань! Вас много, я одна, ототрете. Вруху много. Да, очень много. Наверное, одной из таких последних важных вещей, но по важности, на самом деле, наверное, одной из первых вещей была музыка. И музыку, которую мы в итоге использовали, я нашла случайно. Действительно случайно. Это вот, знаете, такой закон подлости, когда ты сидишь и действительно ищешь, 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 не находишь то, что тебе действительно нужно. А вот потом в какой-то момент стоит немножечко отпустить вот это свое сильное-сильное желание, и то, что ты ищешь, искал, то, что тебе было так нужно, само находит. Просто в нужный момент, в нужном месте, в нужное время Я не ставила движения на музыку, я так и не делала уже очень давно. То есть, наверное, с момента, как я уехала в Израиль, я перестала даже мыслить таким образом, что я должна изображать музыку, или музыка должна отображать то, что я делаю. Я работала от музыки как от источника вдохновения, как от той субстанции, которая формирует настроение и формирует атмосферу, но не от той вещи, которая указывает мне, что делать. Из тех выводов, что я могу сделать обо всём том, что со мной произошло, и то, чему я научилась, наверное, за эту постановку, это первое, то, что не нужно торопиться никуда, и не нужно суетиться, и каким бы геройским героем ты ни был и не пытался быть, если ты видишь, что что-то не клеится, и что-то не так, и что-то не получается. Порой нужно просто довериться Вселенной, отпустить ситуацию и сказать «Спасибо, давайте попробуем в другой раз, по-другому, попозже». Вторая вещь, которую я научилась благодаря всему этому проекту — люди, которые тебя окружают, с которыми ты общаешься, с которыми ты творишь вместе, они определяют мышление, они определяют то, что происходит, и они неотъемлемая часть этого процесса, и они вносят то, что я сама уже не могу сделать. И за это я безумно признательна и Оле, и Маше, и Нике, и всем тем людям за кадром, которые давали мне советы, поддерживали меня, вправляли мне мозги. Всем огромное спасибо, потому что без них это вряд ли бы получилось. Третья вещь — это то, что на своих ошибках нужно действительно учиться. И, конечно, это не новое что-то, я не изобретаю велосипед, а просто это то, что мне Вселенная, скажем так, всей этой ситуации, просто лишний раз напомнила. Четвёртое — никогда не работать ни с кем бесплатно, потому что труд профессионала, он ценен, и он всегда стоит чего-то. То есть это не обязательно сумма с каким-то там бешеным количеством нулей, просто если ты действительно хочешь увидеть ценности, хочешь увидеть труд человека, то это всё равно связано с деньгами как с энергией, а не как действительно с энергией, со способом взаимодействия. Такая вот история. Я надеюсь, что вам было интересно послушать про весь проект изнутри, немножечко окунуться в процесс. И я думаю, что на этом всё далеко не заканчивается, у меня ещё очень-очень-очень много всяких идей, и впереди очень интересный период моей жизни, про который я пока не буду подробно рассказывать, но посмотрим, что будет дальше. Оставайтесь со мной обязательно, поделитесь со мной какими-то мыслями, мне будет очень приятно их почитать. И спасибо вам большое, что были со мной сегодня. Вы думаете, они голодают? Нет. Да я люблю птичка. Посмотрите на неё. Хотите так же, как Маша, кушайте бананы? Только бананы. Только бананы. Поэтому, конечно, я не буду оченьProblem. Осло. Продолжение следует...